Продолжение следует... И это осознание мыслящей формы себя, если что ли, но это переход от умножения к целому. Целая, сознавая себя причиной, мысль тем самым сознает совокупность частей целых. Но это как бы первый шаг в определении определения, который без второго шага влечет смысл. Потому что части, составляющие целые, они наследованы от умножения и являются одинаковыми. А мыслить одновременно множество одинаковых частей нельзя. Потому что на поверхности оказывается одна и та же часть, только одна часть. Поэтому множество из одинаковых частей оказывается переходом от части к части. Ну как это было умножение? Как вообще было до сих пор? В счете и в операциях мы везде имеем множество одинаковых, но они не были одновременными. Всегда это было действие. В последнем случае умножения это было сразу два, сразу три, сразу четыре. И без этого движения сразу два, сразу три, теряло смысл процедуры. Остановить было нельзя. Это было именно действие. Так и здесь. Перебор. Происходит перебор частей, которые только в этом переборе и являются разными. Иначе говоря, многими, а не одной, естественно, частью. При этом переборе мыслящая форма уже не удерживает себя как причину. То есть она является причиной, но не сознаёт себя причиной, не удерживает сознание себя причиной этого множества. Вот и возвращается в ситуацию, которая опять-таки была, при сложении умножения. То есть мышечная форма является причиной, он не знает этого, а знает только движение чувственной формы. Итак, два шага. Первый шаг – мышление одновременно всего целого. И второй шаг – конкретизация этого мышления во множестве частей. Только это двойное определение, только совместность этих двух шагов и даёт нам новое состояние сознания. Новое состояние сознания, которое называется целым. Что мы знаем о частях? О частях мы знаем только то, что они разные. То есть мы берём первое определение, простое чувственное. У нас двухчастное определение, определение и определение. То есть первый шаг – это мышление некоторого простого качества. И второй шаг – определение – конкретизация этого простого качества. Конкретизация этого простого качества в простое различие качеств. Хочется, чтобы мы знаем только то, что они разные. И вся прелесть этой ситуации, как мы разбирали в прошлый раз. Переработка занятия была, да? Какое-то чувство забытости. Вся прелесть этой разницы заключается в том, что эти просто разные качества отвечают требованию, я даже не знаю, как сказать это, ряда положенностей. В том смысле, что они не могут, здесь нельзя поставить рядом, скажем, цвет и звук. Можно поставить только цвет. Рядом двух звук. Но при том, что можно поставить только цвет, мы не сознаем, в чем различие, чем именно цвета различаются. Мы знаем они только то, что они разные. Казалось бы, если мы знаем только различие чувства, но почему, чтобы не поставить рядом цвет и звук? Они просто разные. Но вот на этой стадии получается вот так, что нельзя поставить рядом цвет и звук, а только цвет. И еще одно цвет. Но об этих двух цветах мы знаем только то, что они разные и не знаем, в чем именно различие заключается. Мы разбирались вообще с отрезками, это то же самое. Казалось бы, мы знаем только то, что отрезки разные. Мы не знаем, по какому свойству, по какому признаку они разные. Мы не понимаем и не видим, что мы ставим им длиннее. Мы просто видим разные отрезки. Отрезки. Но это именно отрезки. Нельзя взять отрезки, нельзя взять отрезки в окку, например. Хотя почему бы и нет. Если мы знаем еще раз, что они просто разные, что это будет отрезок и это в окку. Просто разные. Но нет, в виду стоят отрезки, о которых мы знаем просто то, что они разные, не осознавая того, по какому свойству они разные. Вот именно это место я пропустил в своей сказке. И именно это место мы в прошлый раз разжевали, и я еще раз говорю. Хочу прийти на его внимание. Отрезки разницы в нашем сознании не по длине. Я правильно в прошлый раз заметил, что в них же больше ничего про длины нет. И тем не менее они, и поэтому это и про это пролетело. И в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации пропустил эту ситуацию. Сравниваются именно отрезки, но не по длине. А просто, они просто различные. На самом деле мы же когда вот-вот сравнивали, там что же было, разница-то была между разными вот-вот. Там разница показывает переход. Вот-вот. Ну разницу мы знали? Понимали разницу? Разницу мы понимали тоже? Да. Но вообще сейчас различие этой ситуации. Там вот-вот было, теперь это вот-вот, она приобрело не просто вот, а качественность. Ну да, и сравниваются одновременно. Просто вот этот вот, вот этот вот, этот вот. А то, что вы говорите о рядоположности, по-моему, это более сильное высказание. Когда мы различаем звук и образ, да, там, то здесь как бы разница на лицо. Здесь зажить, мне еще не надо для этого, чтобы это увидеть. А когда мы вот различаем два цвета, то вроде бы это более сильное требование. То есть мы должны понять, что они родоположные, только потом различим. А не просто вот как вот-вот. Мы различаем просто, что вот-вот и все, разное. Ну так и получается. Мы же первым шагом их ставим в ряд. Все подряд и ставим в ряд. Да, все черти стоят в ряд. Это первое. В двухчасовом определении – это первый шаг. Это… Они стоят в ряд, и они одинаковые. Зачем они стоят? То, что они одинаковые, мы… То, что они одинаковые, это же некоторое добавочное все-таки действие. Потому что то, что нечто вот-вот различается, это как бы опыт. Опыт. Первичный опыт. А вторичный опыт, что вот в этом различии есть нечто рядоположное. И что можно их сравнивать вообще и ставить на общее основание. Это же более сильное, как бы, тут же есть некая прибавка, что среди прочих вот-вот, как бы, вот, есть на самом деле такие вот, которые с друг другом соотносятся, и тем самым получаются качества. Тащество ведь красного, допустим, получается, не в соотношении со звуком, правильно? В соотношении с другим цветом. В общем, я согласен. Вот у этого получившегося нового состояния, которое существует в двухчастном определении, у него есть формальная сторона и предметная сторона. Мы всегда выделяли эти две стороны формальную и предметную во всех состояниях. Всегда выделяли два момента. Форму себе знает себя, и себе же форму знает предмет. Но до сих пор вторая сторона предметная – начало впадения в ничто. И мы должны были ее отбросить и двигаться в сторону самосознания формы. Но сейчас мы в каком этом состоянии? Мы говорим, что целое возникает по тому, что мыслящая форма сознает себя причиной всего состояния. Причиной всего этого целого, этой свободности частей. Но если форма сознает себя причиной, она, видимо, уже впасть в ничто не могла. На мой взгляд, устанавливая. Если она знает состояние причиной всего, причиной чувства, то вряд ли можно ожидать, что она впадет в предмет и встает в речи себя в предмет. Поэтому ситуация меняется. Мы просто в этом новом состоянии находим формальную предметную сторону, которая одинаково мысленна. Раньше предметная сторона была немыслимой и должна быть отбросивой. А теперь эти же две стороны формально предметные, но они одинаково мысленны. С формальной стороны, что мы имеем? Мы имеем следующую ситуацию. Мы мыслим совокупность одинаковых форм, а потом, удерживая это как совокупность одинаковых форм, мы мыслим по очередной части. Это с формальной точки, не разбирая качества. С формальной точки мы мыслим целая как совокупность частей и удерживая двухчастное определение. Удерживая это целое, мы мыслим часть. Именно поэтому мы можем мыслить в любую сторону, потому что они уже часть. И последовательность только в счете. Производы передирают. Хоть налево, хоть направо. И это же двухчастное определение, с точки зрения предмета, что я себе представляю? Она представляет собой одну чистую, чувственную определенность, ну как свет. И удерживая эту чувственную определенность, мы мыслим различие цветов. И при этом помним, что мы еще не мыслим, в чем смысл мыслим. То есть, с точки зрения предмета, мы сначала мыслим свет, а потом удерживая свет как свет, мы мыслим разность, простую разность, неосознанную, неосознаваемую даже разность цветов. С точки зрения формы, еще раз, мы имеем совместное впечатление пустых. То есть, одинаковых частей. И удерживая это, мы потом мыслим их поочередливо. С точки зрения формы. С точки зрения предмета, мы имеем свет, цвета. А почему мы не просто границу видим, а именно сразу цвета? Мы вообще границу можем видеть? У нас границ цветов. Это уже качественная граница. Как граница качественная. Как вы видите границу, любит цвета, это, по-моему, одно тоже. Ну, просто граница пространства, а цвет, он как бы там, как ощущение. А можем мы мы с этими группами, например, мы все цвета, и мы объединяем буквы, например, желтые, красные, потом зеленые, синие, всякие вот такие, какие-то такие розы. Думаю, да. Тут важно, что с цвета решаются цвета. А в какие цвета? И сколько их? Нет, то есть мы в смысле того, что целое, как бы, имеет, 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 под, внутри самого себя, под целое. Которое, в свою, свою, свою очередь имеет структуру. То есть вся структура страивается. Банс, 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 банс. Ложных таких. То есть не определение-определение, а определение-определение-определение-определение. Да. По-моему, да. Не уверен, все-таки не думал. Вроде бы, да. Есть определение-определение, то все в этом уже. А как еще тогда сознание может убедиться в том, что количество цветов конечно? Безконечно. Вообще, все-таки оно конечно. Может быть бесконечно дробить? Не, все же бесконечно. И я на всякий раз утверждаю, что это бесконечно. И в самом деле, можно здесь посмотреть из этого принципа, что существует бесконечное количество отрезков различной длины? Что существует неразличные длины, точнее. А почему существует бесконечное количество отрезков различных? Неразличная длина, просто различная. Может? Не знаю, что такое. Я ведь говорю о чувственном опыте. А в какой-то момент превращается в математическое построение, в которое чувственное не верилось, я вообще не могу сказать. Это оказалось чувственным опытом, да? Вот действительно мыслим фунтов, допустим, да? У нее не фрукты, а овощи просто, да? Овощи. Овощи интересные. Сильно ухожли. Да, это правда. Овощи, в смысле, мои морковки-то любимые. Мы видим эти морковки, мы не понимаем, чем они различаются, и понимаем, что они в отношении этой самой морковности различны. Так? Ну, мы можем убедиться, что таких морковок, которых мы у нас и бесконечное количество, и все их конечно. А зачем это нужно? Интересно. Ну, а как можно говорить о бесконечности в конечном опыте? У нас конечный опыт конечного числа моркового. Как можно отсюда бесконечности? Ну, это завод и цветов конечное количество, и ответствов конечное количество. Хотел бы попонять это вообще, а не по отношению к бесконечности как-то, если этот опыт относится или не относится? Бесконечности – это, наверное, какой-то уже умозрительный переход, это, наверное, в опыте-то бесконечности, нет? Угу. А можем еще… Это некий… Я думаю, что и пространственные определенности, и качественные определенности в одном ряду стоят. Это немного странно. Ну, то есть отрезки – это пространственные определенности. То есть, а… Да, пространственные здесь качественные. А качество там? Ну, вроде как-то это нетрадиционно. Такое, что… Нет, здесь пространственность. Длина – это просто один из раз видностей качественности, как морковность. Точно такая же, да? Да. Ну, никакой разницы. Поэтому здесь помню, особой нет. Другое дело, что… Не, ну, вот границы качества, например, границы там цвета – это что такое? Кругой человек. Да, но уже просто. То есть пространство сюда еще не входит, или как само по себе? То есть, как рассуждают, допустим, Кант, Фихтер, да, что есть качество, а есть как бы вот пространственность, по которой это качество размазано. Еще вопрос. Для цветов звук там, когда мы мыслим различия цветов и понимаем, что целое – это множество всех цветов. Звук-то это там, когда нет? Нет. Не да. Нет. То есть только различия цветов. Да. Ну, в отношении к самому личному человеку. Да. Ну, тогда можно понять некий цвет, некий объект, как отсутствие всякого цвета. В этой же самой ситуации. Понимаем ли мы, что целый какой-нибудь такой объект, в котором нет цвета? Я думаю, что нет. Или отрезок 0.1. Я думаю, что свет граничит с темнотой, звук, с тишиной, а отрезок с точкой. Ну, чувствую. То есть точка, точка она является, разновидностью отрезка появляется, под множеством вот этого целого. Ну, получается, что этот отрез является разновидностью цвета, да. Да, разновидностью цвета. Я думаю, что это я не представляю. Точек в точку. Так, точек в точку. Вот, является разновидностью отрезка. Как можно принимать знание на таком этапе, а это за лакомитетом? Может, темнота этого... Где-то входит в разновидность цветов. Ну, когда теряется... Это двойное определение. Поэтому свет – цвета. Звук – звуки. Да. Отрезка, в том числе точка. Тут любопытно, что у вас понятие общее, да, стоит перед как бы единичным. У вас сначала свет, или сначала свет, да? Свет, да. То есть... Потому что сначала... Это еще одно определение. Но не только сначала, да. Удерживаем... Ну, мышление первоначальной, да, вот как бы определенности. Да. Свет удерживается в разочине цветов. Ну... А что-то определение вот такое, два и два. Так вот, стеновая какая-то. Те, да, нет света же. Просто не знаю. Я не знаю, ничего особенного. Не, вообще-то темнота же, можно здесь понять так, как звуки, допустим, и все остальное определенность. С точки зрения цвета – это темнота. Потому что они никак не соотносятся со цветом, да? Но, тем не менее, вроде как бы есть. Ну, тишина. Ну, как и много... Не-не-не, ты не понял. Тишина. Для цвета, для цвета, все остальные, как бы, там, ощущения и, там, звуки – это является темнотой. То есть, ничем. То есть, они как бы есть. Да? Ну, для цвета – это как бы небытие. Потому что для него существуют только цвета. То есть, один цвет для другого цвета. Но звук-то ведь есть. Только не так. Ну, он не может быть соотнесен… Ну, на самом деле, не так. Нет совсем никакого. Ни бытия, ни звука нет вообще. Вот это и странно, что звук-то должен быть, но его представленность… Света никакого нет. Если же засидим в мире отрезков, у нас там только длинный. Правильно. А вся остальная определенность, она как отрицание всего этого? Нет, она вообще никакого. Как небытие всего этого? Нет. Но одно есть небытие другого, если мы различаем. Нет, оно вообще нет. Как это небытие нет? Ну, даже если рассматриваем красное, допустим, и белое, то одно есть небытие другого. Относительно небытие? Ну, нет. И у нас есть красное наряду с белым. В этом смысле и определение целого. В том смысле и определение света, что там есть эти различные цвета. Но ничего другого рядом нет. А вот с отрезком любой длины из точки, вот здесь интересно, в каком качестве она выступает. Еще один отрезок, но рядом, и она выступает как некое отрицание всей этой процедуры. Я могу только заметить, что это определение определения. Поэтому на первом шаге мы имеем длину и ее отсутствие. На втором шаге мы имеем разное. А что такое длина и ее отсутствие? Можно я рассматриваю, в свою очередь, как другость? Две стадии другости. Сначала другость темнота-свет, а потом другость цветов. Можно так депутировать эту ситуацию? Но все равно две. Все равно две. Определение-определение. Только на одной шаге есть точка и отрезок. Во втором шаге уже просто разные отрезки. Двого разного уровня. Двого. Не просто много отрезков, а среди них нулевое. А вот два определения. Село одно, а потом точнее еще. Двое. Но что это значит, я не знаю. Отключают это? Или по-прежнему точка, когда отсутствуют длинные релизы? Другое? Не могу сказать. То есть, сначала мы мыслим свет в противоположность темноте. Да. А потом, когда мы пытаемся понять, что такое свет. Причем мы удерживаем. Цвета. Цвета. Да. Мы удерживаем это. Понятно. И второй шаг предполагает первый. Обязательно удерживается. А целое-то одно или много целых? Одно. Что-то тоже немного странно. Ну для сознания это что? Потому что если есть различие, то должно быть различие. Оно двух. Ну вообще достаточно различие темноты и света. Не, ну а как целое отличается? От чего целое-то отличается? Или все ощущаемое представляется бы как целое? Ну так. Свет – целое. То есть, вообще все, что только глаза открылись и как бы все, что видно – это целое? Или целое – это нечто вот ограниченное? И вот опять все, пространственные характеристики. Вся пространственность как наличное является целым? Или как бы вот внутри этой пространственности различаются отдельные целые? Нет. Все просто. Одно – целое. Тогда целое – это только одно. Пока. То есть, как бы вот бесконечный такой предмет. Да. Но с точки зрения формы и с точки зрения предмета. С точки зрения формы мы сначала имеем множество одновременно данных одинаковых частей и удерживая, обязательно удерживая это как множество одинаковых частей, мы перебираем их по очереди. С точки зрения формы. С точки зрения предмета мы имеем цвет и различие цветов. И удерживая свет, имеем различие цветов. С две стороны одной и той же композиции, которая называется определением определения. Определение со стороны формы данной, определение со стороны содержания, со стороны предмета данной. с точки зрения формы. Ну, в результате мы, так или иначе, получаем различие качеств. И, значит, возможность их мыслить одновременно. Если только что, вот в этом первом определении целые мы мысли не могли мыслить как различие качеств, потому что были неразличие. Мы должны перед переходом от части в части доказывать их различие. То есть теперь части различные, слава Богу. Качественно различные. Поэтому мы можем мыслить целые как целые. То есть удерживать разность одновременно данных частей. Не прыгать в части в другое, а это было в том случае, когда они не различаются. Они различаются только переходом, действием наши. А теперь бы спокойно убедившись в их разности и качестве, мы можем мыслить одновременно и вместе. но сама разность, сама граница есть все-таки действие формы. А не предмет сам имеет границу, а форма дает предмету границу. Как тут происходит? Различие частей как происходит? Сама, само целое имеет части или форма различает целое счастье? Каков порядок здесь соотношение? Или это не определено? То ли само целое счастье имеет, то ли форма в целом виде счастья? Просто целое представляет целое счастье? А кто это? Как это происходит? Это целое на кого? Или это форма так смотрит на целое? То есть форма видит в целом многообразие частей. Само целое одно, но форма различает красное, белое и прочее. То есть она различает целое как одно, так же и многое в нем. Так, только еще мы поняли, что нет еще ни красного, ни синего. Есть просто разность качеств. Можно, например... Или само по себе вот это вот целое как бы оно обладает этим многообразием, а мы его сводим в одно. Кто? Тут какова активность? С чьей стороны происходит? Тут же есть некое противоречие между целым как одним и многообразием качества как многим. КОНЕЦ КОНЕЦ Может быть это... Можно так объяснить. Когда мы получаем возможность мыслить целое, именно как целое, не приводить в счастье в счастье, а видеть совокупность разных частей и целое как совокупность отличающихся друг от друга качества. То характер движения, характер движения формы меняется. Теперь мы уже не теряем целое. Нам уже не нужно, чтобы переходить от целых частей. Нам это было нужно, пока части были одинаковые. Тогда мы выстрелили их одновременно и в качестве дополнения старым шагом. Надо было прыгать сюда, показать, что они разные и что их много, а не одна. А теперь они разные, слава Богу. И теперь будем двигаться не к целым частям и от частей целому, а мы будем двигаться от целого к целому. Двухчастное целое, трехчастное целое, двухчастное целое, одночастное целое. То есть вместо перехода к части мы будем переходить к просто другому шагу, состоящему из одного части. А как это так, если у нас все пространство есть одно только целое? Я же спрашиваю, целость-то сколько? Вы сказали, что целое только одно. Как мы можем к другому-то перейти, если оно одно? То есть все, вот открыли глаза, все, что видим, это одно большое целое, как бы бесконечное. Откуда второе это возьмется? Ну оно же целое, представляет собой совокупность различающихся частей. То есть теперь каждая часть будет только... Да, ну перейти к одночастному целому. Вот мы видим двухчастное целое, два разных цвета. Уберем один цвет, сохраняя ситуацию целую. Потом снова двухчастное, а теперь трехчастное. Расширяем. Зачем-то? Мы с самого начала дано, скажем, пятичастное целое, думаем, будем сюда, потом обратно гулять. Но к одночастному перейти не можем, да? Можем, почему? А как оно сохранит качественность? Если у нас качественность держится только как различие. В целое вообще-то дается тем, что мыслящая форма создана, создает себя в качестве причины. Этим получается все. Может, я задумал, что у вас чувство так получается? Я задумал эти вопросы, я не нашел этого. Вот когда мы в форме создаем себя как причины чувства, мы получаем отложение, где ходим к целу. То есть к устойчивому, устойчивой границе, частины. И теперь форма уже, мыслящая форма, не утрачивает себя. У нас переход от целого частям, в чем заключался? Мысль целая, мысль, мысль себя причиной, и тем самым мысль целой. Переходя к набору частей, она перестает быть у себя причиной. И знает только вот этот чувственный переход от одного целого к другому целому. Теперь форма осознания себя причиной всегда, поэтому мысль только целая. На самом деле она мыслит скорее только одно. А поскольку одно многообразно, оно является целым. Быть причиной чего-либо, это значит быть одним. Ну, допустим, если мыслящая форма является причиной, то она в силу того, что она причиной, и то, что существует благодаря этой форме, также является одним. Причина одна, и то, что является следственным, тоже одно. Может быть, может быть в этом ответ, почему мы переходим в целом. Потому что мысль, они считают, что врачей не было. А потом... Нет, раньше было одно другое просто. Да, да, да. Оно внутреннее не имело различий, а сейчас оно имеет. А поскольку одно многочасное, то мы это одно называемо целым. Ну, тогда нет и проблемы перейти к целому из-за одного. Ну, конечно, понятно. Из одной части. Как бы то ни было, мы мыслим переход от целого к целому. От меньшего к большему или от большего к меньшему. Есть какая-то интересная история с фоном, которая беспокоит, любопытство вызывает, но... Это как раз пространственность, которую я вот вопрошаю. Как-то вот пространственность должна тоже было бы появиться. Если бы было пространство, и было бы оно тогда бы было сразу все нормально. И там фон бы не так, не являлся чем-то там особенным. А у нас пространственность, она, видите, загнанного восстановления, качественность и все. Хотя это нечто другое, как я понимаю, все-таки. А почему это другое? Одновременно это качает весь пространство. Что еще? Не было еще пустого пространства? Нет, но пустого пространства нет, это понятно. Есть рядом стоящие качества. Чтобы быть рядом, они должны быть различны. Достаточно простой различность, чтобы они стояли рядом. Это все. И знаменитый восстановитель. Можете считать это пустым пространством, ну, как чистым пространством, потому что качество еще и просто различное. Это абстракция пространство. Почти пустое пространство, но все-таки это одновременно и разные качества. Но и здесь появляется то вот слово, которое уже называется пространство. До сих пор его не было. Но здесь он появился. Причем, когда мы перебираем часть, оно еще не устойчиво. А вот когда мы этим перебираем и добились, что оно качество разное, то оно уже стало вообще. Стоит вместе. Рядом. У нас вполне себе устойчивая форма пространства. Но поскольку мы перебираем, поскольку мы переходим от... Именно уже не перебираем уже. Не движемся от частей к целому, как я вам сказал, от части. А как целые, кстати, различаются? Только количеством частей, только количеством качеств. Двухчастные, трехчастные. Больше ничего, целые различаются. Часть просто разная, и целые различаются только количеством разницы. А зачем нам на качество нужно было? Мы могли бы сюда перейти и вообще к качеству не прибегать. Как говорили, мы постоянно потеряем количество частей, и все. Чтобы мыслить одновременность, мы должны иметь разные части, просто разные. Пока они не разные, нам нужно шрибы прилететь от части к части, чтобы показать, что их много. А, чтобы они были разные части? Надо прыгать все время. А когда появилось качественное различие, то все. А потом надо почему-то от качества опять отказаться, потому что у вас части, точнее целые, не отличаются друг от друга. Одночастные, двучастные и прочее. Ну, часть – это разница, это удерживается. А почему качество утеряем другом? Почему качество утеряем? Качество почему теряется в этом моменте? То есть одночасные, допустим, красные, одночасные и синие, они же различны? И если мы добились различия на предыдущем шаге, почему на этом потеряли? А мы не потеряли, просто нет красного и синие, а есть просто разные цвета. Чем они разные, мы не знаем. Так, значит, одночасные или с друг другом различаются? Тоже точно так же. Они разные, хорошо. Не будем говорить о теряемных каких-то конкретных этих качествах. Они разные, но они же разные были на предыдущем шаге, и, значит, на этом шаге они останутся разные. Просто разные. А одночасные и разные? От камеры не получается разные. Почему? Раз они на предыдущем шаге были разные, почему они сейчас будут одинаковые? Ну, они тогда, они разные целые, да. Просто разные целые. Состоящие, каждый цвет из одной части. Просто разные целые. Целые штрихи, целые два штриха. Значит, не обязательно, значит, не прав, не обязательно только количество. Если об одночасных идет речь. Если я скажу, что было двучастное целое, мы помыслили одночасное и одночасное. То есть два целых было просто разным. А с фонусом? С фонусом. Да и себе не понятно, а чё это там. Два разных этих целых. Как звук и цвет, или всё-таки как рецидург. Получается как единица и двойка? Или как две единицы? Не, ну здесь уже нельзя только в количестве говорить. Здесь уже у нас две единицы, мы же сегодня не возвращаемся. А с другой стороны, как красное и зеленое? Красное целое, зеленое целое. Оно состоит из одной части, в зависитом смысле. Красное состоит из красного, зеленое из зеленого. Или сразу же мы подразумеваем, что у зеленого есть различные оттенки и у красного есть различные оттенки? Нет. Самое-то проблематичное, что это целое, одночасное. Оно, во-первых, допустим, красное, потому что оно отличается от всего остального. А во-вторых, оно одно. То есть у него на самом деле две характеристики, как ни крути. То есть оно как бы и не одночасное. Ну как по категориям ее можно расписать, у нее имеет качество, количество есть и прочее. Ну я вижу труд, действительно, перехода от одного, одночасного целого, другого, одночасного целого. Мне непонятно, что это означает. Они, на самом деле, не будучи рядом, не могут различаться. То есть условием различия является рядом. И вообще рядом и различие – это почти одно и то. Ну рядом просто шире. Но они же рядом, они как бы принадлежат другому целому, в который входит и красное, и зеленое. Нет, мы движемся от целого к целому, поэтому непонятно. Как можно слоивать различия между одни в одночасном целом и другим в одночасном целом? Они нереальны, а тогда как бы мы определим, что они разные. Но они же могут принадлежать другому общему целому. Ну если выберите… Нет, целый не может принадлежать другому целому. Целый не может принадлежать другому. А как тогда требуется одночасное целое? Разбери… А двухчасный? Прошли к одночасному. Я только перейдю к трехчасному. Ну, к одночасному. Это, по-моему, нормально. Частный, двухчасный, двухчасный. Не, Игорь имеет в виду диалектику – это часть и целого, что каждая часть вообще так же целая. И, соответственно, наоборот, каждая целая, она и есть часть чего-то другого. Мы же одной большой целой брали и забивали на часть. Я так понимаю, нет? Да. Брали и получали несколько целых. Ну, пусть трехчасный можно разбить на двухчасный и одночасный. Да. Так это, кстати, с точки зрения математики это лучше, правда? Или на трех, на трех, на трех, на трех одночасных целых разделе. То есть целое одновременно… Вот это меня и вызывает в сравнении. Как сравнить одночасное целое, если они не одновременно. У нас единственный способ сравнения – это качественное сравнение. Это одновременно. А Вы считаете, что когда мы их разбиваем, одновременность украчивается? Ну да. Если у них уже от целого переходят целого, поэтому пока что есть одновременность. Ну да. Вот так. Позорно. Ну ладно, это в конце концов интересная деталь. Возможно ли разное… Ну, невозможно значит. Получается. Получается. Получается опять, например, вот-вот. Ну почему? Может быть… В отличной же философии единицы же не было числом. Может быть просто действительно целое бывает только из двух. Целое, состоящее из одного, мы сразу впадаем обратно во все это наше движение, да? То есть целое всегда из двух, потому что целое должно иметь части. Не может быть одной части. Может быть и так. То есть монада – это как бы не целое, это просто одно. И она… А чтобы оно было целым, оно должно разбиться, да? Это должно быть обязательно там двоица, там троица, там двоица. Ну да, это как раз тот случай, когда похоже на то, что тьма – это разновидность цвета. То есть одно – это уже не целое, но как бы можно поставить в ряд, не только отрицально не целого, но может быть его можно поставить в ряд с другими целыми. Как точку можно поставить в ряд с отрезками, хотя есть уже отрицание. Отрезка – это какого-то такого рассуждения, в котором я не буду спрямляться. Не, ну отсутствие части. Если целое не имеет части, значит оно не является целым? Почему мы говорим одночасное? Это что такое? Как бы нечто невозможное, как это там целое состоит из одной части. Такое бывает? Может не бывает. Может я взял, у вас зародился, а не математический. Угу. А я не умею. И в ответе от вас я не понимаю, как морзычка. Так нужно. Одночасное целое. Вот воин, тем более предовоене, это может только математики. Есть. Ну вот при переходе от двухчастного целого, самого простого, к трехчастному целому, мы получаем такую вещь, как определенность качества. Определенность качества. Потому что второе относится к первому двухчастному целу. При переходе к трехчастному целу. Не третьим жалуется ко второму, а третье к первому. К отношению к первому. Да. Происходит уточнение. Уточнение. Мы понимаем, что цвета не просто различаются, а различаются по светлости. Темные, светлее и еще светлее. Отрезки не просто различаются, а различаются по-другому. То есть возникает даже признак. Признак. То есть два различия дают признак. Да. Два различия дают признак. Длина получается вместе со смыслом длиннее. И дальше со смыслом еще длиннее. Получается определенность. А была просто разница. А точку с отрезком нельзя светлести. Но еще и точь и длину. Нет. Вообще-то точка это из разряда то, что мы говорили про одночасное целое. Это то же самое. Это проблема. Если бы у нас тишина стояла рядом со звуком, то вполне возможно не нужно было бы трех звуков подряд, чтобы гадать эту. Я угадаю эту галогию из трех ног, да. Нам это не нужно было бы. Вполне возможно было бы достаточно сравнить тишину со звуком. Чтобы понять, что такое комкость. Вполне возможно, что нам... Тогда бы два звука, а не три. А почему тогда надо два? Почему два тогда? Все равно может быть достаточно одного. Но у тебя даже цвейлер на качество может стать определенностью? Может быть и без трех отрезков? Может быть только из точки, из понимания того, что точка отличается от отрезков? Ну, так всегда рассуждают. Да. Да. Так все всегда рассуждают. Когда сразу замечают звук, то понятно, что он отличается от тишины и громкости. Да. В зависимости от отрезков, чтобы понять, что он, если что иное, как длинное. Да. А у вас на этом этапе возникает просто понятие комкости такого, которое назовем целое таковое? Нет. Здесь скорее понятие измерения возникает. То есть, когда просто различие, это как бы абстрактное различие. Ничего не говоришь. А когда уже два различия, это уже измерение. То есть, можно будет шаблон какой-то брать, да, и уже как бы мерить что-то там. То есть, как бы мера возникает. Мне кажется, может быть, в этом проблема. Как раз мера, длинность, да, там, это уже и дает нам качество уже в своей чистоте. Ну, в общем, у меня получается, если не брать отношение, либо такое рассуждение, что звук, уже прозвучавший рядом с тишиной, задает себя как то, чем отличается от тишины, да, именно громкостью. Тогда два звука уже сравнивают по громкости элементарно. Так от тишины может как бы и не только звук отличаться, а ощущение от тишины может отличаться. Потому что тишина своего рода, это же не бытие же такое. Что такое тишина? Либо мы должны считать, что тишина это просто тихий звук, тогда получается, что сравнивается все-таки два звука. А если тишина это не бытие, тогда тишина может таким же образом отличается и там образ, и там, то есть цвет и ощущение, как там, допустим, теплое. Я только прошу не забывать, что мы уже вошли и уже не увидим из ситуации определения-определения. Поэтому все-таки тишина и звук это первая часть двухчастного определения, а различие от звуков это вторая часть двухчастного определения. Потому что что одно определение, но с этих двух частей. Поэтому так вот просто строить, ну, углы, которые я предлагаю, нельзя. Тишина, звук, два звука. Нет, тишина, звук это одно определение, а второе уточняем еще. Звуки разные. Не знаю как, но разные. Я не хотел сказать, в чем тишина-то, в чем особенность тишины? Тишина – это просто другой звук, поэтому разговор о тишине ничего не изменяет. Оставляет все рассуждение на то же самое месте. Сначала два звука, а потом как бы уточнение, и тем самым возникает качество, как и звучание. Высота или что-то еще. То есть, сначала различие, а потом качество. Я тоже не говорю, что была величина, но уже две величины сравнивать. А я уверяю, что три. Другое дело, что у звука-то много характеристик, также есть высота, есть тембр и прочее. С этим ты как бы… Но это все посмотрим. Пока что мы имеем дело… Со цветом попроще, но, тем не менее, цвет тоже… Да, там тоже есть, насыщенный всякий. Это отдельный разговор. Пока что надо с громкостью добраться. Понятно, что по существу, по савидийской природе, это громкость. Знаешь, как… Цвет – это светлый, светлое и темное. Так, звука, другое и тихо. Это исходная физическая природа. Да, но это такая целая из букв образующих. Слово-слово. Слово. То, что происходит, наступает в качестве движения. Долгость. Это неправильный ответ какой-то. Я думаю, что у них не выводится. Ну, слово-слово. Они же по некоторому признаку образуют тоже целые. Долгость. Все буквы. И четыре, а не пять. Потому что толсты встречаются даже, да? Угу. Ну вот. Ну вот. Тогда что здесь у нас выступает в качестве критерий различия? Ну, у нас раньше были отрезки разные длины, теперь у нас буквы различные. Что у нас выступает в качестве аналога громкости или аналога цветности? А в примере все с буквами? Да. Что-то выступает, наверное, все-таки. Буквенность. Буквенность, да. Буквенность какая-то. Не, но есть слово-уровень, да, есть уровень букв. Ооо. А потом есть уровень предложений, есть уровень фрагментов текста и так далее. Здесь, видимо, так как-то рассуждали. Думаю, да, что нужно обязательно привлекать уровень для языка. Невероятно привлекать уровень. И это очень… И это очень… Как-то с одной стороны, я не знаю, но я это давно вдумываю. Этот… 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 Ну, собственно, с Кашлы-то у меня представили в самом конце концерта, что ни разу это там… Я-то не удержался и изложил, чтобы… Мы слышим… Морфемы только когда они отвечают слова. Значит, мы их не слышим. А Морфемы – что такое? Это чьё слово? Ма-ма-ма. А, да. А фонемы? Фонемы – это а-е. Звук. Ма-ма. Ма-не. Фонемы – ма. Морфемы – ма. И не. А они, в свою очередь, отличаются «а» и «е». И наши вопросы… Это очень красиво, это я придумал. Это очень красиво, и это тоже как-то связано с тремя этими… Тремя штуками… Ну, я очень давно трубился и пока не понял света. Вашу грустность, что к этому относятся. Как язык, как разновидность вот такого же… Но в языке тоже три угла обязательства. Обязательно. Потому что слова отличаются морфемами, а морфемы… А чтоб были разные морфемы. Затем быть фонемы. Минимум три угла. Из двух не получалось. А из четырех? У-у-у. Ну, это понятно, больше… Ну, минимум три. Больше-то понятно. Да. Больше там уже… по… по… по требованию. Вот. А минимум три. У-у-у. Да, правильно. Минимум три. Чтобы появилось слово, да? Да. По слову, с твоей очередной ситуации… Не, ну ты вспомни, как число вводится натуральный ряд. Сколько там надо? Там надо, по-моему, три. Да? Что один… Ну, не знаю. Потом два, а потом n плюс один. Ну, может быть, один плюс, а потом n плюс один. Сразу думаешь? Да. Не думаю точно. Всё, может быть, хватит. У-у. Нет. Угу. У-у. 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 У-у-у. У-у. Продолжение следует...